доброе утро санкт-петербург после снегопада вчерашнего и ночью шоу смотрите даже дороги почищены но так более-менее поверхностно но нет никакой каши довольно стабильное движение по крайней мере пока но все едут все равно аккуратно потому что понимают что скользко и есть нас но смотрите службы работают дороги достаточно хорошо расчищены прям даже удивительно значит всю ночь работали так как вечером и ближе к ночи шел снег достаточно серьезный снегопад сейчас ну я бы сказал что его следов особо незаметно молодцы и молодцы дорожные службы удивили крупные перекрестки забиты все равно машинами все едут хотят аккуратно проехать поэтому автомобилей как будто даже больше чем чем вчера смотрите как интересно и номер просто весь под снегом даже цифра не видно на этой автомобиле это просто какой-то у него апокалипсис на на крышке капота просто апокалипсис там уже просто кем-то сосульками номер зарос даже лампочки не помогают нет ни одной цифры не видно нормально тот же лес слева и справа только нет снега и дорога прилично почищена не до конца конечно но прилично нету никаких прям больших проблем с тем чтобы передвигаться если вы это делаете аккуратно не торопитесь так же как и другие участники движения дорожного это будут делать то все гарантированно доедут до всех своих точек назначения кто не знает кпг это компримированный природный газ то есть сжатый при природных газ метан этот автобус он работает на метание и они заправляются на специальных метановых заправках я в курсе этого дела так как у меня была машина на метание volkswagen passat и я там заправляться ездил на эти газпромовские заправки их достаточно много по санкт-петербургу ну и не только они и в пскове есть и по трассе и вообще по стране их много даже те кто пользуются такими автомобилями эксплуатируют составили карту да по всей россии где есть заправки ты гарантированно можешь спокойно перемещаться заправляясь именно метаном что намного дешевле и выгоднее для вашего кошелька вот здесь вот после жукова здесь уже кировский район до этого ехали мы был красносельский район сначала было почистим не очень но вот сейчас вот получше давите но тут нас нас равно такой виден но в целом дорога почищена это радует значит службы работают в режиме так сказать в тесном контакте районы между районами о зачистке а вот здесь вот просто вот как было только снега не хватает здесь вот как-то уже не очень даже видно что как люди все притормаживают потому что совершенно другие условия передвижения вот как так вот ребенок стоит между сиденьями сейчас может поехать или не дай бог какая-то авария все вылетит на баллу часа физикой так вот так вот матем там которая сидит не думает об этом что нужно пристегивать а если он еще совсем маленький по росту вообще по весу сажать в кресло а он просто там сидит и явно не пристегнут а сейчас стоит просто между креслами ну вот кого нужно штрафовать за это чтобы они понимали что так делать нельзя а вот здесь вот уже ехать очень опасно здесь такой нас лежит под ним лед все это скрепилась и такое образовала корку если чуть разогнаться тут и просто потом скользишь поэтому и ну конечно шипы и abs может быть полный привод у кого возможно это спасает я к чему что нужно соблюдать скоростной режим очень серьезно при таком вот состоянии дорожного полотна пытались чистить но но ничего у них не вышло несет только в путь медленно но верно продвигаемся к метро проспект ветеранов летом то тут у нас заторы а зимой в такую погоду так вообще весело выезжаю заранее так как если выезжать по обычному то это минимум к дороге прибавляет полчаса этот небольшой путь буквально в 15 минут до метро прибавляет при каких-то авариях при плохих погодных условиях может прибавиться или увеличится до получаса до 45 минут вот вам и говорят метро ветеранов совсем недалеко всего 10 минут дворы конечно никто здесь ничего не убирает снега уйма хотя вот здесь вот как будто поменьше вот здесь вот но вот здесь прям прям очень прилично вот эти машины стоят почему-то давно уже давно никто как-то не заехали бмв еще одна и все и никуда не едут почему-то там кто-то раскорячился в метро такси иногда какие-то странные товарищи ездят не могут проехать что ли там где есть возможность это сделать но тут конечно снега пипец как тут ездить нормально если честно не знаю сейчас вот так вот заедем ну вот как-то спасибо огромное всем тем кто уже подписался на мой канал нас все больше и больше это очень радует спасибо вам огромное те кто не подписался ставьте лайки ставьте колокольчики подписывайтесь новые видео выходят практически каждый день и всегда они какие-то интересные с огоньком спасибо вам огромное огромной удачи и пока пока